Утро финала для спортсменов сборной России началось с общего собрания в номере отеля. Главный тренер сборной Валерий Нефантьев обратился к мотоболистам с последними наставлениями перед игрой. Это финал чемпионата Европы. Завтра уже игры не будет, а вновь одна последняя игра. Я прошу прониктитесь ответственностью перед всеми этими факторами, которые есть на сегодняшний день. И последняя игра. 4 по 20. Все. Тогда еще никто не знал, что кроме 4-х периодов по 20 минут будет и дополнительное время. Но обо всем по порядку. Полный стадион болельщиков. Все пришли поддержать свою национальную команду. Но среди немцев есть и те, которые болеют за россиян. Прилетел поддержать мотоболистов и глава Ленинского района Олег Хромов. Его встречал вице-бургомистр города Купенхайм. Победы! С первым свистком судьи на поле воцарилась напряженная атмосфера. В отборочных играх эти команды сыграли в ничью со счетом 2-2. Но это финал. Здесь ничейного результата быть не могло. На седьмой минуте назначен штрафной в сторону соперников. Красивый розыгрыш. И Геннадий Мыц забивает первый гол. Но судьи его не засчитывают. Во втором периоде Владимир Сосницкий забивает мяч. Но преимущество остается недолгим. Немцы сравнивают счет. 1-1. Третий период. Выходит один на один капитан сборной. Еще один гол. Но и он не засчитывается судьями. Точно так же поступают и еще раз. Три раза. Рефери не фиксировали взятие ворот. Они украли у нас три чисто забитых мяча. На вполе французские арбитры. На бровке представители Литвы. Свистят в одну калитку. И так, и эдак помогают хозяевам. Иногда просто в наглую. Команда Германии заточена на падение. Они у них как будто отрепетированы. Чуть что упало, ждет удаление. По итогам всей встречи наши 18 минут играли в меньшинстве. Но немцы все равно не забивали. Тогда судьи решили поставить пенальти. 2-1. И Германия лидирует. В четвертом периоде Владимир Сосницкий сравнивает счет. И в конце периода выводит команду вперед. Он забивает гол, но платит за это высокую цену. На полной скорости врезается в ограждение и ломает ногу. Была еще одна особенность судейства. Периоды по 20 минут. Но если мячом владеет команда Германии, то секундомера арбитры не видят. На 23-й минуте последнего периода сбивают Антона Гусева и закатывают мяч в наши ворота. 3-3. И всех ждет дополнительное время. Еще два периода по 10 минут. Льет жуткий дождь. Силы на исходе. Но команды обмениваются голами. 4-4. И серия пенальти. Мокрый и тяжелый мяч. Давление трибун. Усталость или рог. Что повлияло, непонятно. Но мы проигрываем по пенальти. 6-5. И сборная России становится серебряным призером чемпионата Европы 2015 года. Нам не отдали золото. Но очевидцы могут с уверенностью утверждать, что наша команда – самая лучшая в Европе. Сегодня была такая необычайная игра. Очень жаль, что три гола в нашей команде не было засчитано. Наверное, в этом есть определенные нюансы. Я их бы хотел опустить. Надеюсь, что это все-таки не вмешалась сюда политика. Это был чистый спорт. Могу сказать, что мало того, что я эту игру не забуду никогда. Это такой интересный вид спорта. Здорово, что он культивируется и развивается именно в нашем районе, в нашем городе Видное. Это очень важно, так как мы, я хотел бы сказать, мы лучшие. Это было видно по сегодняшней игре. И то, что она закончилась с таким счетом всего лишь одно очко и по пенальти, все равно наша команда ушла с чувством некой несправедливости по отношению к нам. Я абсолютно уверен, что мы выиграли этот чемпионат. Но это спорт, это жизнь, никуда от нее не деться. И я абсолютно уверен, что в следующем году в Голландии мы станем все-таки чемпионами. И подтвердим свой законный титул.